Приветствую вас. Ну, во-первых, смотрите, мама, она действительно может перечевать какие-то свои проблемы, она действительно может иметь какие-то свои трудности и действительно может просто на вас срываться, по факту. Но для вас никакого значения, что что происходит, не имеет, потому что мама, она, ну ей 55 лет, человек уже довольно пожилой, соответственно, ей нужно либо свои проблемы решать самой, либо вообще не решать. Свои проблемы и как бы жить так, как она живёт. И вот, к сожалению, многие люди, они выбирают для себя именно это, что если они живут так, как живут, ничего не пытаются изменить. Вам нужно для себя постараться понять самое главное, это то, что дальнейшее проживание с вашей мамой, вот с учётом того, как она вас обзывает, называет, относится и так далее, будет для вас только вредом. И вредом, к сожалению, довольно сильным. Ну, просто потому что мама, она как бы на вас всё равно в любом случае влияние какое-то оказывает. Вот. И поскольку маму свою вы не переделаете, то первое, что я рекомендую сделать, это рассмотреть вариант отдельного проживания, это первое. И второе, рассмотреть то, почему вас задевает то, что она говорит. То есть именно конкретно вас. Ну, говорит она, что вы там стоите на учёте у психиатра. Хорошо. Ну, говорит, ну и пусть говорит. Это неправда же. Вы сами утверждаете, что это неправда. Значит, пусть говорит. Вот. А если вы сомневаетесь в себе, да, если вы сомневаетесь, если у вас есть, например, подозрение, что, может быть, это действительно так, или вы боитесь как-то за себя и прочее прочее, то это нужно рассматривать отдельно. Вот. То есть, например, почему вы говорите, что вот вы случайно ломаете и портите что-то, да? То есть это же не совсем нормально, что-то вы что поломаете и что-то портите. То есть так же не должно быть, правильно? Ну, значит у этого есть причины, почему вы всё ломаете и портите. Ну, не всё, но периодически ломаете и портите что-то. Вот. Обращать внимание на то, что говорит мама, не рекомендуется, потому что любое обращение внимания на подобные вещи будет у неё вызывать лишь только негативную реакцию по отношению к вам. В том плане, что она будет считать, что это, что она права, например, ну вот, в том, что говорит вам. Вот. То есть не нужно как-либо реагировать на её слова. Вот. Значит, по поводу переживаний, здесь я бы рекомендовал вам посмотреть, когда у неё, у вашей мамы хорошее настроение. Вот. И попробуйте знать у неё, что вообще ей интересно, что вообще ей могло бы быть интересно. Вот. И постараться ей, собственно, дать то, что ей интересно. То есть, ну вот, если её, например, что-то привлекает, если её, например, что-то интересует, то можно постараться ей это дать. Вот. То есть занять её. Если вы за неё переживаете, то нужно её чем-то занять. Вот. Тогда у неё меньше времени будет и на вас, да, на поступок к вам придираться. Вот. И сама она будет счастливее. Вот. Но не забывайте такую вещь, что ваша мама, человек взрослый и сама выбирает, как ей жить. И, соответственно, есть вероятность и большая вероятность, что она абсолютно не примет ваших инициатив и будет воспринимать это очень негативно. То, что вы, ну, то, что вы предлагаете, то, что вы хотите. Вот. Будет воспринимать очень негативно и, соответственно, вместо того, чтобы, например, благодарить вас, да, она будет ещё сильнее вас, возможно, на вас злиться. Вот эти моменты, пожалуйста, старайтесь учитывать, потому что они важны и именно так можно вам ответить на ваш вопрос. Конечно, не может мне броситься в глаза то, что вы задаёте свой вопрос за полторы тысячи рублей. Вот. То есть если у вас есть такие деньги на вопрос, то, соответственно, я полагаю, у вас найдутся деньги и на то, чтобы, например, жить отдельно от мамы, что тоже принципиально важно именно вот в контексте данной ситуации. Вот. Подумайте, пожалуйста, об этом. Ни в коем случае не хочу считать ваши деньги, но для решения проблемы было бы гораздо более эффективно тратить именно на себя, а не на подобный вопрос. Вот. То есть, понимаете? Вот. Определите ли себя свою цель? Вот. Какая у вас цель вообще? Что она из себя представляет, эта цель? Опять же, вообще. И двигайтесь к ней. Как бы, у вашей мамы, у кого-то ещё. Могут быть свои вообще цели, свои мотивы, свои, в общем, причины, да, поступать вот, ну, как-то. Вот. Всё это абсолютно не имеет никакого значения для вас. Ваши цели – это самое главное. Либо вы будете преследовать их, либо вы всегда будете, ну, к сожалению, всегда будете на стороне проигравшего. Вот. Я не думаю, что вы этого хотите, поэтому, соответственно, по моему мнению, лучшее, что вы можете сделать – это, грубо говоря, перестать обращать внимание на всех, кто что-либо говорит про вас плохое, дурное там и так далее. Вот. Мама – это ещё цветочки. Когда будут говорить другие люди про вас, будет гораздо хуже и тяжелее с этим справляться. Поэтому моя рекомендация – потренируйтесь пока на своей маме. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...